Я даю тебе инсайт. Найбільше нас не любит державна служба охороны, потому что каждый раз, когда приезжает высокопосадовец, у нас там и президент приезжает, и премьер-министр. У вас новая конфигурация. У нас новая конфигурация, а они мают сделать паспорт-объекты, где снайперы мают люди, где там с собаками. И они каждый раз берут и говорят, блин, какого хрена, ты до 307 не пил вообще? Вообще не пил. Ты где жил? Ты где рос? Давай так. Ты кто? Константин Евтушенко, давайте громко похлопаем. У нас тут максимально много людей. Кто не хлопает, я хоть прийду до кого-то, где похлопаю. Да, Костя Евтушенко, управляющий партнер Unit City, чувак, который отвечает за создание инноваций в нашей стране, за причастность, имеет причастность к созданию инноваций. Вот так я выкрутил все из его позиционирования. Я тебе скажу по честнику, что у нас целая большая команда, и я один из тех. Ну слушай, у нас все не поместились, поэтому мы позвали тебя. Как ты себя позиционируешь? Ты чем занимаешься вообще сейчас? Чем ты занимаешься? Я занимаюсь кількома вещами. И все они разбиты там на великие, маленькие, средние, ну и как-то так. Одна великая вещь – это строительство, створение Unit City. Это реально, мне кажется, найкрутейший проект в Схидной Европе через 5 лет. Сегодня это найкрутейший проект в Украине. Объективно. Лучше, чем Харьковский Unit City. Харьковский Unit City тоже хорош, потому что он тоже наш. Это первое. Другое – мы развиваем альтернативную энергетику. Это моя другая компания Диапартнер. Мы это делаем с международными компаниями в Украине. Это такие мейджеры из Катаро, из Испании, из Словакии. И мы сейчас идем активно в второе народжение альтернативы в Украине. И третье – я инвестор. Я инвестую в какие-то стоки. В фотостоки? В фотостоки? В фотостоки тоже. В NFT-стоке. Депозит фото ты купил, да? Пока нет. Пока нет. Пока нет. Но, ты знаешь, если сегодня будет возможность поговорить про Веб 3.0, то тоже было бы цікаво говорить, что ты думаешь… Уже есть Веб 3.0? Уже есть Веб 3.0. То точно. Да. Да. Чем оно отличается от Веб 2.0? Ты знаешь, Веб 3.0 – это все то, что идет в сторону абсолютно непонятно истории для большинства людей. И для меня, в том числе. Для меня, который был полгода назад. И это прям супер цикаво. Уяви себе, что за последние несколько лет в мире стала величезная кількість супер-багатых людей, которые абсолютно не понимают природу денег. Ну, как такую. Это обменный инструмент, который имеет какую-то историю. Каким-то выпущенный и так далее. Лекция начинает. Записываем, достаем блокноты, ручки Веб 3.0. Нет, реально. Люди просто на крипте поднялись. Для них это не есть какая-то там… Ценность, да? Да, есть какая-то ценность. Они, наверное, думают, что их родители вообще не понимали, как работает свят. Для них 100 тысяч, 200 тысяч – это типа похибка одного дня. И они просто начинают вливать какие-то нереальные деньги, не фиатные, а иногда просто цифровые, в незрозумительную на первый раз, на первый взгляд, историю. Типа токени, NFTs, что вообще ничего не подкреплено. Криптовалюты. Знаешь, я только что выпустил франчкоины. Я считаю, что нужно в них еще… А скажи, почему ты думаешь, что надо купить франчкоины? Помоги мне. Хороший вопрос. Я реально не знаю. Ну, я не понимаю людей… Так нельзя говорить. Нет, я… Друзья, если я не знаю… Франчкоины не купят тогда. Нет, я тебе помогаю. Ты можешь сказать, я не знаю, что будет. Ну, это круто. Ну, это круто. Большисть людей так и есть. Они начинают делать какую-то валюту, там, коины. Я первая девушка в этой стране, которая представляет вашему вниманию свою валюту. Бузкоин. Тобто, это тимчасовая история, да, и, как бы, там, в иконочку закриется, там, через 1-1,5 года. И, в конце концов, там, державы начнут это регулировать очень жестко, да, потому что Штаты сейчас просто… Что они сказали? Чуваки, играйте с криптовалютой без проблем, вы податки заплатите всего, а потом играетесь дальше. Ну, а в Китае, ты знаешь, что эта история вообще заборонена. Да, да. А в Украине, это, наоборот, поддерживается. И, в целом, Украина очень просунута в продикнутом криптовалют на душу населения. Тому, блин, не знаю, это новая реальность, или это тимчасовое векно возможностей. Так это веб 3.0? Для меня веб – это все-таки браузер? Нет, веб 3.0 – это все, что касается цифровых активов. Это NFT, это utility токены, security токены, коины, ну и все криптовалюты. Ты слышал новость, что Мирмакс – это компания, которая занимается изданием фильмов, как сказать, кинокомпания. Она подала в суд на Тарантино за то, что тот хотел выпустить в NFT вырезанные фрагменты из криминального штива, а также свою там рукопись, по-моему, оригинальную. Я тебе скажу, давай, Ромка, ты любишь футбол? Как правильно ответить? Ну, на самом деле, не очень. Ну, давай, я думаю, что нас любят бокс, бокс, бокс. Не подходит бокс? Хорошо, это бокс. В момент, когда остановили бой между Квячком и Льюисом. Ты помнишь, как он кричал, какое-то рассечение в нем было. Вот уяви себе, что этот момент, вот 5 секунд, належит только тебе и больше никому в своем. Для тех, кто любит футбол, я не знаю, когда я смотрю о NFT, которые я купил бы себе, это момент, когда Шевковский выбивает мяч сборной Словении и нам забивает с центра поля. Вот этот гол, он уникальный, таких нет. Или как Шевченко забивает Филимонову. Это же все видели, это же было там, условно, в интернете, в трансляциях, люди могли это снять. В чем уникальность? Ну да, но если ты говоришь про какие-то витвори мистецтва, как такие, черный квадрат тоже все видели. Ну да, оригинал. Все видели, но в тебе есть оригинал, и он належит тебе, и ты его можешь продать. И все знают, что он сейчас в тебе, и если я куплю его в тебе, то я буду едином. А ДНК свою можно в NFT закинуть и продать? Все, что хочешь. Где лежит там плоскость твоих интересов сейчас? Ну, первое, мне интересно делать проекти, которые реально больше за то, что мы с тобой есть. Вот Unicity, это реально проект, который больше за любого, кто его делает. Пока что мы там сбудовали 10% из того, что будет. Но уже через год у нас будет 25%. И уже тогда можно будет увидеть вот эту всю задумку. То есть у вас сейчас темпы увеличиваются, да, строительство? Да. Минулую руку инвестувало 200 миллионов евро. Я был на прошлой неделе на ивенте, я тебе рассказывал, да, у Влада Назрачева. Суперлюди, они проводили ивент, я там участвовал в панели. Да, Владику большой респект, очень классная была конференция. Всей команде, конечно, они большие молодцы, очень быстро это сделали. Вот там реально было тяжеловато с логистикой, потому что постоянно там какие-то там ремонты, что-то там перекрывается и так далее. То есть сейчас вот быть, по сути, в эпицентре строительства для резидентов удобно или они к этому как относятся? Мы до этого ставились с обережностью, да, и это не очевидно. У тебя там сбоку мы инженерные мережи прокладываем, да, там, чи будуем 4 кампуса, и, как бы, тебе нужно обеспечить нормальное функционирование в городе. И для нас, мы думали, что это будет проблема. Но, на самом деле, особенно, когда были локдауны, люди пошли из офиса на 3-4 недели, приходят и так, типа, вау, что серьезно, там еще два поверха построили, а там еще что-то построили, а тут выросли, а тут взросли. То есть у нас такие резиденты, знаете, которые реально поважают динамику строительства и, в целом, создание публичных зон на Unity. И он постоянно изменится. Даю тебе инсайт. Найбільше нас не любит государственная служба охраны, потому что каждый раз, когда приезжает какой-то высокопосадовец, а у нас там и президент приезжает, и премьер-министр постоянно… У нас новая конфигурация. У нас новая конфигурация, а они должны сделать паспорт-объекты, там, где снайперы должны быть, да, где там с собаками. И они каждый раз берут и говорят, блин, никакого хрена, понимаешь? И они переробляют весь паспорт, ходят два дня с собаками, там… У нас там уже сховаще, да, на этой самой нашей точке. Куда вы его перенесли? Уже его нет. Уже строители разобрали. Ну то есть вы живете вот в таком постоянном строительстве. А когда это закончится в итоге? Когда вы выйдете на то, что вы запланировали? Сто процентов, когда будет? Дивись, если все будет так, как мы плануем, то я думаю, что это восемь лет. Восемь. От сейчас. От сейчас. Если нам пощастить с какими-то глобальными партнерствами, над которыми мы постоянно работаем. Потому что на самом деле, ну, найкраще, что можно дать сегодня в Украине – это знания. От, международные знания. Да, это то, чтобы сделать такой knowledge transfer. Если нам пощастить с таким партнером, то я думаю, что мы это сможем сделать швидше. Если в Украине будут какие-то глобальные загрозы и проблемы, то думаю, что будет трошки дольше. Я начинал попробовать пить алкоголь в 37, и мне кажется, что это так, как спорт. Знаешь, ты або будешь начать его работать с детства, а потом это ни хрена не выйдет. И алкоголь так же. Я зайшел, и я думаю, что нужно, ну, если оставаться… Типа ты до 37 не пил вообще? Вообще не пил. А что ты? Ты где жил? Ты где рос? Давай так. Ты кто? Нет, смотри, ты откуда? Я из Львова. Я из Львова. Я из Львова. Вообще максимально не пьющий голод. Так. Нет, ты знаешь, как-то так случилось. У меня в семье никто никогда не пил. А мой дядька, он військовый, профессиональный. И он был у меня таким, знаешь, прикладом детства. А он, на жаль, выехал в 2006 году из Украины. И я его увидел в 2006 году. Типа через 10 лет. Он вообще не изменился. Вообще не изменился. Он никогда не пил. Он сейчас 55 лет, и он может подтянуться 20 раз. И все из-за алкоголя. И все из-за алкоголя. Думаю, алкоголь – зло. Не пить алкоголь. Наливай. У меня товарищ Сергей Полипенко. Он співвластник Ковальской. Это величезная компания. Это то, что бетон производит? И в том числе. Но это, в целом, компания вертикально интегрована. Там много бизнесов в них, много направлений. А он, как бы, фанат вина. Ну, просто, знаешь, у него там невеличезная коллекция. Просто неймовірная. Я такого еще не бачу. Он никогда не показывал. Это катастрофа. И, когда пандемии, он говорит, я тебе правильно веду в сторону того, как правильно пить вино. Но я же системный чувак. Я взял энциклопедию, купил вино. И полностью пришел. Я просто так бухать не буду. Да. Я же маю понимать, что это происходит. А он такой, знаешь, прямо вот, делает онлайн-дегустации. Знаешь, у нас там семейно все сидят, привозят там шесть пляшок пива. Цих пива, ты видишь? Шесть пляшок вина. Ты маешь там правильно поставить в холодильник. Через 15 минут ревно витягти. А там то в морозилку. А там дать подихать. Короче, вся история была очень интересная. Познавательная. Но ты даешь. И одним словом, он меня пробовал ввести в тему. И я тебе хочу сказать, что когда ты дегустуешь, то это немного интереснее, чем когда ты просто бухаешь. Ты такое видел? Он тебе такое показывал? Такое нет. Я думаю, что он бы... Убил меня. Да. Уши надрал бы. Мне интересно, почему ты уехал со Львова? Там что? Я закинчив школу, гимназию, и приехал поступать в Киев Могилянску. Могилянку ты закончил? Угу. На кого? Юрист. Так. Тут было трудно. Я три года поступал туда. Законы помнишь какие-нибудь? Все законы помню. Не ушел когда-нибудь. Ты знаешь, что все студенты Могилянки с другого курса перестают платить за проезд в трамваях. Почему? Ну, потому что вся административная відповідальность. Они сразу говорят, так, давайте складываем протокол. Все. Мы будем оскаживать его в законном порядке, и я маю право доехать до конца зупинок, пока вы складаете протокол. Серьезно? И все говорят, ну и в баню, все опять студенты. Юристы. Иди ты, уроди, блин. Так что мы не платили за проезд. Серьезно? Так. И что? Ты пытался работать на этом попече? Нет. Ты пытался. Я с другого курса пішов працювати в Майск. Это большая международная компания шиппинговая. И я пішов прямо будучи студентом, я працювал наполовину. Ну не юристом. Ну не юристом. Я був в отделе продаж. И потом через несколько лет я очолил Захидноукраїнский регион по продажам. И это значит, что это было круто, потому что будучи молодым амбицийным хлопцем попасть в международную компанию. Не пьющим. Не пьющим. И понять, что важно для международных в Украине. Какие у них плюсы и минусы работы с нашей юрисдикцией. И это потом очень сильно помогло, когда мы перейшли в нашу инвестиционную компанию. Просто ты понимаешь, что тебе нужно дать для международного клиента, чтобы ты с ним говорил не один мой. Я думаю, что это наша основная специализация. Мы умеем говорить с международным бизнесом. И это не так много компаний, корпораций могут делать реально на высоком уровне. А что такое уметь говорить с международным бизнесом? У них какой-то свой язык, понятие? У них свой язык, конечно. Ну, по-перше, у них, зазвичай, британское право. Это первое, чего в Украине нет. Расскажи, для не знающих ключевые отличия от континентального, да? Там даже больше не про отменности саме в правовой форме, а отменности в том, насколько захищена юрисдикция. Когда в Украине ты судишься в Украинских судах, наибольших гуманных судах. За бесплатный проезд в транспорт. Да, да, да. То в британском суде ты можешь быть переконанным в том, что у тебя все будет по чесняку. Вот так, как в договоре написано, так, как вы договорились по всем процедурам подписания договора, да, там, купил якусь бизнесу и так далее. Вот все будет досліджено и будет по-справедливому видан якийсь там судовый результат. Это ж типа так у нас тоже должно быть. Должно. Благодаря чему это по-другому? Или ладно, или это долгая история? Нет, ну это как бы вопрос, знаешь, больше державного регулирования, там, каких-то исторической спадщины радянской. То есть если у нас здесь внедрить британское право, оно не будет работать как британское? Нет, нет, ты знаешь, есть цели страны, которые просто начали переходить на зору своего установления, они просто там брали британское право за основу. Ну, например, Кипр. На Кипре ты легко можешь там працювать в британском праве. И это, как бы, очень простая история в реформировании судового системы. Окей, ладно. То есть они, у них британское право. Что еще? Ты как юрист это понимаешь. Да. Друге, они начинают понимать, ты начинаешь понимать, який продукт мае быть с нашей стороны. То есть чтобы продать, как, який продукт мае быть. Ну скажи, мне интересно. Он мае быть юридически правильно структурован, прозорий. Не через какие-то там подставные компании, фонды, или ФОПы и так далее. То есть это мае быть правильно организована компания. То есть ФОП Кирилович не зайдет там? Кирилович зайдет. Пользуемся. А почему? Ну слушай, это репутация, бренд, это уже другая история. То есть я все это время работал на репутацию своего ФОПа? Наконец-то ты дошел до того уровня, куда ты можешь его продать. Я продаю. Особистые IPO, если захочешь, потом поговорим на систему. Да, да, да. У меня есть об этом кейсы, которым интересно прямо обсудить. Да, давай. Что еще у них? То есть юридическое оформление мае быть прозоро и зрозумитое. Второе, ты маешь быть прозоро из точки зрения финансов. То есть не получится так, что ты платишь или не платишь зарплату, или платишь в конверте и так далее. То есть ты маешь понимать, в чём суть твоего бизнеса. Сколько людей в тебе працюет. Что все они правильно оформлены. Что ты платишь из любой транзакции и податки. Ты можешь это довести. Ты можешь пройти финансовый, податковый аудит. И подтвердить то, что ты справедливо столько зарабатываешь. Если ты хочешь какую-то оценку своей компании через то, что у тебя какой-то большой актив. Ты в этом активе маешь возможность и необходимость подтвердить, что это так и есть. Как бывает в нашей реальности. Дивися, у меня компания по году генерирует миллион долларов. И ты декларируешься в всех тизерах и так далее. Приходят до тебя за аудитом и говорят, ну а где же ваши миллионы долларов? Ты бы показываете. Дивися, тут у меня один ФОП, тут другий ФОП, там третий ФОП. А если это четвертый ФОП, а тут я дам, а тут вот это. Нет, это все так не работает. Это мое быть консолидовано, под одной правильной просолькой. Все правильно упаковано и так далее. Финансы другая. Податки и финансы – это как бы спорная история. Технично компания має бути высокого международного стандарта. В зависимости от рынка. Но, например, если это питание строительства, то очевидно, все международные стандарты строительства мают быть витриманными. Если в твоем рынке есть международные стандарты, то тебе он должен быть. Прямо ты маешь с него начать. Без ФОПов, точнее, ФОПы могут быть или не могут быть? Нет, они могут быть, но это все впливает на твою капитализацию. То есть, если ты показываешь официальную часть 20%, то тебя оценивают как 20%. 80% просто отмечают, потому что нет подтверждения того, что так и есть. Ну и плюс, плюс, когда приходит международный инвестор, он же не будет разбираться в цих… Ну понятно, ему нужно все основная история. Да, и в різноманитных схемах, которые можно использовать для того, чтобы оптимизировать оподаткувание. Это не та история. Ну и, если есть международные стандарты, то их нужно удержать. Зазвичай, с этим проблема. Чому? Потому что это дорого, дорожче. Ты берешь там правильных консультантов, тебе нужна сертификация, ты ее маешь за ней заплатить. Это не всегда очевидно для украинского предприятия. Ну и поэтому, звичайно, тяжело потом просить какую-то серьезную капитализацию компании, если у тебя не причастен актив. Теперь, когда у тебя причастен актив, начинается фаза номер два. Это переговоры по тому, как ты их понимаешь. Это только первая была? Да, это только то, что должно быть, чтобы ты вообще начали говорить. Большинство не проходит, наверное. Так и есть. В этом основная проблема. Другая, что они говорят, окей, чуваки, смотрите, мы купим это, но у вас тут есть сумнительные вещи. Мы хотим, чтобы вы дали на это гарантии. Сумнительные в плане бизнес-модели? Может быть так, а может быть не так. Звичайно, продавец всегда говорит, что у меня такая модель, и она по-другому не может быть. А покупатель скажет, слушай, ну, наверное, да, но могут быть такие-то риски. Ты мне гарантируешь эти риски, я тебе заплачу эти деньги, если ты мне их гарантируешь. Зазвичай, никто не хочет идти в эти истории гарантирования, дать indemnities, или делать какие-то post-closing obligations. Это какие-то условия, которые ты должен выполнять после того, когда ты закрыл угоду. Ты уже не есть собственником актива, но ты продолжаешь нести какую-то ответственность за это. И вот тут просто очень-очень мало компаний в Украине, которые вообще готовы до таких подходов, до такого понимания, до такой гнучкости. Ну и как результат то, что мы говорим с ними на разных языках. Я тебе даю пример. В этом году мы вышли из сонячных активов. Мы продали компании Небрас 75% пакетов наших сонячных электростанций. Это 6 проектов. И есть какие-то политические риски. Например, украинский конституциональный суд подали звернение 40 депутатов, чтобы признать зеленый тариф недействующий. Зеленый тариф, который действует уже 11 или 12 лет. Они сейчас хотят признать его недействующий. Ну и покупатель скажет, чуваки, мы понимаем, что это риск. Многие купили сонячные панели только ради этого. Да, да. Мы же понимаем, что это риск. Поэтому, смотрите, дайте нам гарантию того, что если это станет, то вы открутите всю нашу транзакцию назад. И теперь уяви себе, как… Ты поламал меня вуточку. Я заткну эту дырочку назад, понимаю. И, конечно, что никто не готовый давать. При чем тут? Где мы? Где Конституциональный суд? Чего мы должны гарантировать тебе? Ты хочешь – бери, купуй. А не хочешь… Так вот, для международных корпораций – это вопрос того, что ты або закрываешь этот риск, або ты не идешь в это, как ты… Ну и, конечно, риск самый минимальный. Понятно, что это будет очень сложно сделать. Или, как бы, отменить зеленый тариф, который уже майже закинчен. У нас очень много сфер зарегулированных. Это касается только госрегулирования риски? Нет. Нет. Но, в большинстве, это вопрос, да, риски края. Каким сферам проще? Окей, стадию один мы прошли. У нас, как это сказать, чистый актив, да? Причесанный. Причесанный. Упаковка, да? Упакованный актив. Второе – мы готовы к изменениям. Правильно? Я помню второй. Мы, в смысле, продавец говорит, как надо, мы готовы… Да, мы погоджуемся на какие-то обовязковые вимоги, те, которые нормальные для международного стандарта, но не звичные для Украины. То есть готовность, условно говоря, меняться. И третья. И вот он приходит в третьему этапу. А все-таки кому проще его пройти? Каким может быть индустриям, сферам, компаниям? Ну, смотрите, мне кажется, что взагалі… Пройти? Глобально все йде до того, что утворюются монополии. И, соответственно, если твой актив может допомогать какие-то монополии, ну, или какие-то крупные корпорации, чтобы быть более представлены на регионе. Ну, смотрите, как это працюет объективно. Например, есть компания, которая является публичною и торгуется на IPO. Для них каждая новина – это колывание их акции, вартость их акции. Позитивные новины дают какие-то 2-3%, а иногда – это сотни миллионов долларов. 3% – это сотня миллионов долларов. Актив сам оценивается, умовно говоря, в 30 миллионов долларов. То есть новина про то, что ты выходишь на новый рынок с такой перспективой, через то, что ты купишь какую-то компанию, которая тебе дает 15-20% на рынок, даёт возможность переоценить вартость акции компании на 2-3-5%. И даст капитализацию до группы, до корпораций, значительно больше, в X больше, чем то, что ты потратил на эту инвестицию. То есть они сразу, по сути, окупают для себя. Конечно. Прикольно. Я просто не профессиональный инвестор, я так не думал об этом. Да. То есть они капитализируют все эти вещи, а, соответственно, чем дороже твоя акция, тем легче ты ее можешь монетизировать, закласти, взяти дешевший капитал и так далее. Прикольно. Ты обещал поговорить со мной про Остабыста IPO, то есть личное IPO, то есть когда персоналия может получать инвестиции в себя. Я уже говорил, в принципе, на прошлом эфире об этом с Лешей Коваленко, но на всякий случай повторю этот кейс, когда в одного блогера, по сути, она из России, но она живет, кстати, в Долине, в Сан-Франциско, и Марина Могилко, в нее венчурный фонд инвестировал 1,7 миллиона долларов на, по-моему, 5 лет или 3 года, не помню точно. Она выплачивает лично в нее. Ни в канал, ни в компанию, ну, наверное, юридическую какую-то форму, я не знаю, но типа в нее. Да. Ни в команду. И ты об этом, вот этот, да, персональный IPO? Это величезный тренд зараз, да. Ну и взагалі, настолько великий зараз доступ до капиталу, настолько великая грошова масса в свете. Вона не очевидна в Украине, но в целом в свете куча грошей. А что, в Украине денег нет? В Украине, мне кажется, что деньги – это наиболее стримующий ресурс. Ну, объективно. У нас классные идеи, у нас классные проекти, у нас нестабильное законодательство, и риски страны, и классные люди, но денег нам не дают. Я надеюсь, что это вопрос как раз за допомогой IT-сектору и креативной экономики изменится. Если захочешь, я тебе расскажу свою думку, почему я так думаю. Но если продолжить про особистые IPO, это прямо сейчас тренд в долине, через то, что там сконцентрована очень большая кілька талановых студентов и в Стэнфорде, и в Берклэй, и в Калтеку, и так далее. И прямо есть окремые категории финансовых инвесторов, это могут быть и фонды, это могут быть и какие-то там family офисы, которые выбирают студентов и говорят, чувак, мы верим в то, что ты можешь быть очень-очень успешным. Мы хотим тебе дать Х грошей, для того, чтобы ты сделаешь 1, 2, 3 программы особенного развития, и мы хотим, чтобы ты пошел в эту компанию працювать, а потом мы тебе сделаем… Они моделюют его карьеру. То есть они инвестируют не в какую-то технологию, не в компанию… В личность. В личность. В личность. А что они при этом оценивают? Или есть уже… Не маю… Не маю какой-то оценки… Блин, то есть настолько уже много денег, что уже надоело это скучно инвестировать в компании, давайте в людей. Ну примерно так? Я думаю, что там есть математический алгоритм того, что если ты инвестируешь в 100 людей, то, очевидно, там 15 из них зипьются, еще 10 станут наркоманами, а еще 35… Да. Звучит как тост. Звучит как тост. Но зато еще 20 будут просто чуваки, которые будут фаундерами Единорога, будут серийными предприемцами, которые просто вернут все деньги, которые в них будут вкладывать. То есть это как в футболе, условно говоря? Это как в футболе, это как на фондовом рынке, это как с выращиванием Единорога в ланчеринами. А почему, как тебе кажется, этот тренд появился, я так понимаю, относительно недавно? Ну, по-перше, это можно как-то оформить юридично, набагато простейше, да? По-друге, мне кажется, что грошовая масса уже стала настолько доступной, что уже пробуют, знаете, куды еще можно его упасть. Ну, ты же говорил, уже просто некуда. Ну, и больше после пандемии… Фоп Кирилович ждет американских денег. Да. Я думаю, что это хорошая реклама, подписывайтесь, ставьте лайк. Если серьезно, то… Что-то разумное тебе хотел сказать. Да, извини, что денег настолько… Это специфика канала. После пандемии история в том, что… как работает венчурный бизнес. Да. С одной стороны, есть большая количество компаний, молодых, талантов, стартапов, я хочу их называть, которые съезжаются из всего мира в очень жесткие условия. И в этих жестких условиях они должны жить. Жить дорого, конкуренция надзвичайно высокая, культура и другие. И долина выкидывает очень много людей. Но те, кто остается, они прям, знаешь, очень близко один с одним. И они реально как бы… Найкращие. Это как мясорубка такая, да? Это жесткая мясорубка. Но в этих лучших есть все доступы до любого финансового инструмента. Вот в них… Это сейчас рынок стартапов. Стартап, сколько скажет, столько ему бабок дадут. И это прям очень-очень дивно, знаешь. Их все начинают холить и лить, их выращивать, их акселерировать, их знакомить, их масштабировать, им дают все условия для того, чтобы они развивались. И во время пандемии все пошли на удаленку. В стартапах эта история не работает, потому что это личная коммуникация, это культура компании, это продукты, которые ты придумаешь, это постепенно какая-то такая очень тесная коллаборация. И стартапы просто выехали из долины. Домой или просто… Кілька причин. Первое – это то, что им виза просто забирал Трамп. Ну, без виза там… Хватит заражать туда. Да. Другое – что ты не мог ни с кем встретиться. Ну, уже ты дорого, но встретиться не можешь. Ну, какого фига? Я лучше выйду куда-то, буду уже так говорить. Это привело до того, что фонды, збравши большую часть денег, их задача основная – это вкладывать эти деньги в кого-то, они не могли в кого вкладывать в долину. И вот этот тренд сейчас на то, что они сейчас скажут, что вы знаете, долина – это не единственная история, куда мы вкладываем деньги, и в Техас, и в Остин, и в Флориду. И больше того, мы даже готовы выходить в международную какую-то юридику, в том числе и в Украину, в Грузию, Азербайджан и так далее. Они даже сильно готовят просто приходят и говорят, «Ну да, бизнес-медель изменилась». Персоналя моя стоит… Сколько ты себе особо идеlich? «Стин»! Давай! А ты знаешь ответ на этот вопрос? Мне очень интересно. Для себя? Не, я про тебя говорю. Так а для себя? Ты бы ответил на это. Мне кажется, что будь кто на каком-то этапе, он начинает мать именно те, на суе он заслуговывает. Да. Но при этом же есть риск – никто же не хочет себя недооценить. Переоценить легко, но при этом же, ну, кто в это поверит. Если бы я был в долине, наверное, где сколько денег скажешь, столько тебе дадут, я бы попросил, не знаю, миллионов сто. Сто миллионов? Да, но не за душу, нет, за контракт какой-то, за инвестицию, в качестве инвестиции на срок должен быть, да? Индивидуальная история, если ты скажешь без срочно. Ну, на какой-то срок, да, не lifetime, то есть история. Ну, это загальная капитализация 100 миллионов. Сколько тебе продав себе? Ну, 100 миллионов. 100% продашь душу дьяволу, или что? А, сколько %? Ну да, если весь твой бренд, вся капитализация, коштуешь 100 миллионов, то ты, наверное, маешь продать, не знаю, на раунде 15% забрать пятнашку, правильно? Ну, пятнашку, да? Я хотел сказать 10, но ты меня убедил, 15 лучше звучит. 15 звучит лучше, но точно все нормально. Можем тебя причесать и упаковывать. Надо бы, у меня не такая стильная прическа, как у тебя причесать. Да, да, я просто в холостяку был, разумеется. Ладненько, ты обещал вам сказать, как с помощью IT мы можем менять, по сути, что, инвестиционный климат? Ты знаешь, мне кажется, что чем интересна сфера, которая поддается алгоритмам, то, что их тяжело, по-перше, приховать, а по-друге, их тяжело обмануть. И вот я что-то очень захоплююсь Минцифрою, они делают реально надзвичайно крутые вещи, значения которых мы, наверное, пока не до этого понимаем. Объединяющие реестри, объединяющие послуги, они автоматизируют те вещи, на которых раньше были просто величезные корупционные схемы. Нам, с одного боку, пощастило, что есть такая динамическая команда молодых мужчин, которые ходят в худи и вообще не парятся, что они работают в уряде и реально делают крутые вещи. А, с другого боку, это, как бы, загальный тренд святой, прозорость. Даже не на прозорость, а на сплату податки, на борьбу с офшорами, на вирівнювание податковой ставки между всеми. И ты знаешь, что уже в этом году закрыли эту 15-летнюю историю, как побороть нульовые ставки в офшорных юрисдикциях и так далее. То есть, эта прозорость, швидкий обмен информацией, швидкий обмен банковской информацией, централизация в конце концов, она все спонукает и тебя приводит в то, что ты не можешь заховывать свои деньги, из которых ты не заплатил податки. Это в первую очередь. Другая, которую ты получил незаконным шляхом. Просто вариантов потратить такие деньги не будет. Даже если ты их получаешь, вариантов потратить это не будет. И если я раньше думал, что это перспектива будущих 5 лет, то сейчас я абсолютно уверен, что это перспектива наступных 2 лет. Вот через 2 года, если у тебя есть незаконные доходы, у тебя не будет вариантов их потратить. Не будет. И это как раз происходит за счет того, что пришедшивается технологичная галузь. То есть, технологии не дают возможности тебе потратить какие-то деньги. Ты очень быстро отмонетируешься, ты очень быстро стоишь на радарах контролирующих органов. А если я не хочу становиться IT-компанией, чтобы меня не отследили? Нет, это же не про IT-компании. Это вообще про регулирование галузи. Будь-кого. То есть, это не только в IT. Как раз IT-шники дают ответ на это. Они говорят, что, слушайте, мы не хотим централизации. Мы идем в крипту. Попробуйте нас тут найти. Потому что, когда у тебя есть обмена между банками, информацией, финансовыми установами, какими-то там, твой особистий рахунок, то в крипте сейчас это прямо… У нас не отследуют. Ха-ха. Попробуй догонять. Дожинуть. Дожинуть. Просто это вопрос не настолько масштабное, чтобы догонять прямо сейчас. Они зараз дожинуть всех, кто в загальном рынке, типа 90% населения. А потом дожинуть тех, кто будет в крипте и про то, что сделают это очень быстро. Тому, чтобы быть честно, отримаешь свои 15 лями – заплати податки. Блин, я в голове потратил. Твой инстаграмчик, вот мы говорили про Юнит Сити вчера, да или когда? Вчера. Вчера вы впустили в свою обитель, скажем так, дали возможность там открыться. Диа Спейс – это, в общем-то, новый достаточно формат. То есть, это есть Диа Бизнес Центр, да? А это Диа Спейс. Расскажи немножко об этом проекте. То есть, кто был инициатором МІНЦИФР или вы? Ты знаешь, что наикрутнейшая – это возможность працювать с разными топовыми командами Украины и не только Украины. Это то, что дает тебе вот такая платформа, как Юнит Сити. Мне здаётся, что крутейшей команды, чем в МІНЦИФР, в Украине нема. И они реально делают продукты настолько быстро, что не встегают про них правильно рассказать. И эти продукты, они очень точечные. Например, там, электронное резидентство. Например, Диа Сити, которая там очень многим неоднозначно отгубляется. Я думаю, что это вопрос о коммуникации. Например, портал Диа. Например, Диа Аплікация. Кабинеты ризноманитные, там, забудовники и так далее. То есть там очень много разных продуктов, которые уже есть и существуют, но они не используются, потому что не понимают, как это делать. И очень важно иметь эту коммуникацию напрямую, в офлайне, в основных точках, где есть концентрация тех, кто, по сути, целью аудиторией. Поэтому мы 7 месяцев вели переговоры с Минцифрой. Ну, звичайно, что они обмежены какими-то бюрократическими историями своими. Поэтому нам помогла программа USAID в этой трансформации. В целом, USAID и наши американские друзья, они как катализатор всех таких изменений в конкурентной экономике. Они просто поддерживают все, что может быть для Украины конкуренцией. Потому что, я думаю, что ты со мной погодишься, что большинство каких-то стандартных бизнесов, мы не конкурентные. Мы не можем сделать машину лучше, чем это делают немцы или летаки лучше, чем это делают американцы или францы. Ну, объективно. При этом у нас классный АН и так далее, но мне страшно бы летать на АН. А вот что касается инноваций, что касается каких-то таких прорывных новых креативных технологий, это именно то, где мы не просто конкурентны, где мы коштуем на 30% дорожче, чем любые разработчики из нашего региона. Реально, украинский атишник, девелопер или инженер, если он работает на американской компании, они реально дорожче на 30%. И им за это платят. Через то, что пошук нового такого в разы дорожче, чем платить нашему ставочку в 30% дорожче. Этот месяц мы вообще много путешествовали. Мы были на веб-саммите. А, это уже 20. Да, мы были на веб-саммите, мы были в Кремневой долине, ездили с командой, смотрели, что у них там после пандемии, и что мы здесь можем вытащить и сделать тут. Мы были на The Next Web. Это вторая технологическая конференция после веб-саммита в Амстердаме проходить. И ты знаешь, это все очень интересно. Освит повертается. Повертается уже не таким. Каким? Ну, по-перше, я считаю, что дистанционная дистанцийка – это полный отстой. И не через то, что… Не первый человек, который на нашем канале это говорит. Ну да. И мы видели это в Штатах, до речи, где ты приходишь, почти все компании, 15-20% людей только работают, и все остальное просто пустые места. И все так впевнено говорят, что это новая реальность, это только так может быть. Мы приехали в СРА, Stanford Research Institute, СРА. И встречались там с президентом СРА. Там такая парковка, знаешь, на месяц 150, завж тут біля цієї установки. И мы приезжаем, а там одна машина стоит. И эта машина – это президент, с кем на встрече, знаешь. И мы говорим, слушай, ну как бы Вашкан говорит, да вообще не реально. Это говорит президент СРА. Он говорит, не реально. Я пробую сейчас вести переговори со своими працівниками, чтобы они приходили два раза в тиждень в офис. И говорит, я не понимаю, что мне им запропоновать, чтобы это было. Это не касается стартапов. Стартапы все мают фигачить, и тут вариантов нет. Но реально, власники или топ-менеджеры, финансовый результат которых зависит от того, насколько эффективна компания, они понимают, что без офлайну не працюют. Не працюют. И вот мы встречались, наверное, 20 компаней разных. И в конце ее остальная встреча была в SpaceX. Мы приехали в SpaceX. Это был разрыв шаблона. Потому что мы заходим на фабрику, а там, знаешь, как вулик. Как вулик. Куча людей. Все что сделают. Там чуваки собирают Starlink, а там Falcon, там где-то какой-то мотор тащит ракетный. И просто все в людях, все работают. И мы так и знаем, что после того, как уже два тижня, уже извлекли, что никто в офисах не сидит. Мы говорим, а как так? А Elon Musk сказал, что ракету в онлайне не сбудуешь. И никаких переговоров проводить не нужно. Никаких переговоров. Все, ракету ты не сбудуешь. Тому мы будуем ракету. Мы про майбутнє. И это прям был переворот. Это очень интересно. А что касается этой фоточки, там где, да, очень прикольный кейс. Нас попросили на закрытый показ машинки Reviant. Это еще один Tesla Killer. Просто паника и истерика вокруг этой машины были. Ну реально, она такая очень особенная. Она 800 км проезжает, в ней может быть палатка с верху, индукционная плита в середине, ты прям можешь бургеры на ней делать. Ну короче, все интересно. Американская. И все настолько много про нее говорили. И как раз через тиждень, как мы вернулись, выходила компания на IPO. И я прямо написал пост, что, чуваки, весь мир зарабатывает на IPO. Ну то есть кто, кто себя считает, ты можешь прийти и купить акции компании, в которую ты вируешь, в которую ты там дослежил, или фонды целых секторов, в которую ты вируешь и доверяешь. А в Украине такого никогда не было. То есть никогда не было возможности взять и купить акции американских компаний. Ну и я считаю, что это просто злочин против украинского инвестора. Потому что единственное, куда мы можем вкладывать деньги, это депозиты под 3% и купить однушку возле метро. Ну реально, это полтора варианта того, как это сделать. И я очень рад, что уже в Украине начинают быть компании, которые дают нам возможность купить акции, или форварды, или какие-то другие финансовые инструменты прямо на национальных площадках. Freedom Finance, я в них клиент, я, до речи, Freedom Finance, привет. Я дякую вам за то, что вы... Нормальная интеграция. Я купил, я написал, что, чуваки, я захожу в это IPO. И чтобы ты понимаешь, она произошла тиждень назад, сегодня с утра, 124%. Плюс. 124%. Надеюсь, ты не 100 долларов вложил. Хотел бы я больше, чем я вложил, но больше не было. История, как мы вместе создали проект на 70 миллионов. Чего? Долари. 70 миллионов долларов. И про то, что мы один одного не знали. Насколько важливо, это, до речи, тут можно сказать, насколько важливо мати комьюнити. Вот эти все клубы, клубы предприемцев. Потому что насправді предприемцы – это достаточно такие одинокие люди. Насправді. Объективно. И они хотят иметь возможность с кем-нибудь поспілкуваться с однодумцами. Чи с кем-нибудь, кто может тебя подштовхнуть, сделать что-то большее, запартнерить, сделать это вместе, профинансировать, просто брейнстормить. И я считаю, что за такими комьюнитими в будущем моя комьюнити – это спортзал. Когда ты за рамку приходишь в спортзал, то на 7-му рамку приходят, ну реально, очень системные чуваки. А ты их там караулишь? И я их там караулю, вместе с ними. Да. И когда ты працюешь постійно, системно, через несколько лет, ты уже со всеми в семью приходишь. И вот так стало, что мы просто познайомились с Серегой. Я не знал, кто он, он не знал, кто я. Мы там занимались полтора года, ходили разом на баскетбол. Но это не в юнити, да? Это в джемаксе. Ну и вот, и я говорю, слушайте, а я там на юнити, а ты что делаешь? Я співвластник Коварського. Здрасте. Давай до нас. И мы реально збудовали два бюзнес-кампуса. Зараз делаем exit. Проект, который за два года просто с комьюнити даёт тебе величайную капитализацию. Они добавили динамику в юнити. Мы, я думаю, помогли им взагалі переосмислите принципи розвитку Коварського, как такое. Потому что они пішли в очень крутые проекты. Начали делать архитектуру и инфраструктуру 4 головы выше от того, что было на рынке на этот момент. Поэтому, видишь, такая взаимная синергия. Какие компании могут попасть в юнити? Я имею в виду, кто может получить эту возможность развиваться быстрее, чем он до этого развился? Я тебе скажу, компании, которые будут для каких юнити будет найкрашим местом, где они смогут швидше расти. Это маленькие компании, то есть маленькие стартапики, у которых есть идеи, но у них не обязательно есть продукт. Они могут даже бесплатно быть в юнити, проходить через инкубационную программу нашу НЕСТ. Если они попадают, они прямо профессоры Калифорниевского университета Беркли. их менторят, швидко вирости и швидко звездить назад. Это тоже додает тебе динамику. И великие корпорации. Я тебе хочу сказать, что у нас сейчас три единорога с капитализацией больше миллиарда компаний. И наступного этого года я не могу сказать. Но они все есть у нас на сайте. Часть из них есть у нас на сайте. Но все знают, что это Они все знают, что это единороги. Нет, это большие международные корпорации. Сейчас найдем. Ребята, пишите в комментариях кто эти три единорога значит unit.city вкладочка резидент. Да. И мы еще подписали две большие корпорации одна из которых это одна из американских компаний. Не знаю, ты считаешь единорогом? Носорогом. Носорогом. Буквально. Вот. И да. И еще одна великая международная американская компания которая входит в четверку технологических гигантов штатов она тоже с наступного года будет в юните. Назву не скажу. Но скоро мы сделаем оголошение. Так что мы их подписали. Типа раньше они фейсбуком назывались? Не скажу. Не скажу. Ну да. Думаешь правильно. Но не скажу. Да. Чему я тебе скажу? Чему они могут рости больше? По-перше в тебе есть целая куча сервисов которые заточены на твой рост. Финансовые институции фонды венчурные фонды международные акселераторы которые постепенно выбирают найкращие команды. Другая в тебе есть целый кластер освяти где ты можешь забирать наиболее студентов просто их вивчать чтобы они росли разом с тобой в компании. Третя в тебе есть очень много компаний которые могут быть комплементарными. Например я працюю в виртуальной реальности а с боку чуваки в AR и мы можем сразу прямо завтра сделать какой-то проект который был для меня вчера не очевидным. Это такая внутренняя коллаборация. Потом в тебе есть великая сервисная история юридическая компания которые зарегистрировали твою IP интеллектуальные права которые створяют тебе компанию в любой юрисдикции в том числе и в американской юрисдикции если тебе это нужно для наличия капитала. В тебе есть финансовые консультанты которые выбудывают всю историю с податками с финансовой логистикой и так далее. В тебе происходит огромное количество ивентов где ты можешь познакомиться с крутыми человеками в твоем направлении и ты про это знаешь ты часто до нас приходишь и легко будь-хто может прийти и взять тебя и скажешь я такой-то стартап или я такая-то команда или я такая-то компания хочу твою пораду дай 1, 2, 3 и они всегда могут тебя найти и в конце концов это приятно потому что настолько качественной инфраструктуры в Украине просто больше нет. Кость, слушай спасибо тебе за этот вдохновляющий я не знаю эфир за то что ты вдохновляющий не только попрошу заметить благодаря вину вот ты очень классный крутой вдохновляющий человек который который делает большое дело спасибо тебе за это Ромка я тебе хочу подякувати за то что ты качаешь украинский YouTube реально ты знаешь потому что мне здаётся что у нас в регионе у нас в регионе есть уникальные истории про которые хочется рассказывать и их не так много нам не нужно там шукать какую-то уникальность в русском сегменте в русском YouTube наш украинский продукт он реально крутий и я вижу на сколько он росте я дякую тебе за то что ты это делаешь ты реально бомба я не знаю что это это что это это что Субтитры сделал DimaTorzok